Вот так. Володя тут тащит, там Никита, там Исааки. А там по берегу помогает Сергей Павлович Кубков. Там кто-то ездит по дамбе. По дамбе, сейчас посмотрим, со скоростью нас интересует. Услышал там Володя. Едет нормально, машина. С чем она такая? Видно, что хозяйственная. Им тоже приятно проехать по трассе по нашей, где боялись, а тут свободны. Ну, слава Богу. Благослови их, Господи. Вот так. Со всей силушкой упирается человек. И там тоже тянет. Молодые, а здоровые. Метр восемьдесят. С лишним. Им только тут и рыбачить. Рыбу тоже хлопать надо. Ой-ой-ой. По воде хлопать надо. Гнать рыбу. Есть, польза нет. Ну, хлопаем. Вот так. Дядя Игнатий придумал упряжку. Жениться не захочет. А то все. Первое к Каринфинам. Пятая, седьмая глава. Молодые ребята строятся. Вот здесь. Ладошка маленько. Воду сплескивай. А, Никита, вот так воду плещи, чтобы здесь вперед. Сюда, чтобы летело. По веревке выше. К берегу, к берегу. А то тут никак. И подойти ничего нельзя. Я там подскользнусь, а упаду. Вот такими вот расширяющиеся места. Два и даже три. И каждый раз надо их как-то расширить. А так еще 20 метров все-таки. Сережа, ты по сухому иди. По сухому иди. У тебя сильнее тяга будет. Да зачем уж ты залез-то внутрь. Кто тащит, идет по сухому. А почему он по-сурому-то старается? Вот почему. Чтобы вода летела сюда, к берегу. А тут машина наша стоит. Ничего не было. Сухой лог. Мы вложили огромные-огромные деньги. Четыре года подбирались к этому моменту, когда подняли. Четыре года. И каждый год шестизначными цифрами расплачивались. В общем, я посмотрел. У меня около полутора миллионов ухвайдакал сюда. Как Степаненко говорит. Найдите такого гуру, которым зарыл полтора миллиона, а жители ни копейки не вложили. Вы еще трепетисты. Как говорил этот Козлов Сергей Георгиевич. Трепачи одни вокруг. Сейчас сюда, Никита, подойдешь к линолеуму. А ты, Исааки, вперед до самой стенки. Всю тину собрать надо. Я сейчас туда пойду. А ты, Сережа, забросишь им туда канат. Тут уже ничего не надо стучать. Вот, Сережа, тащи его, чтобы он дошел до самого шлюза. Так, 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 так. Так, вперед тащи. А, Исааки должен сейчас зайти один туда. А ты эту наберег уже вытащишь. Так, так, наклоняй. Доходи до линолеума. До линолеума. Гляди, Никита. На него, чтобы сеть пошла. Маленько отойди. Еще вперед. А потом повернешь, чтобы... Наступай на нее. Вот так. Гони теперь, поворачивай. А ты, Никита, доверху туда. И потом, Сергей, ты его подтащишь. Быстро перейди. Чтобы он оказался на этой стороне. Так. Ну ладно, смотри. Держи. Вылезь это. Подтяни. Не, 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 не. Не веди надо это, Рогач. Давай. Тащи до конца туда. Ты, ты по этой идее. Не надо бросать даже. Сережа, дотяни его дотуда. И потуда перейдешь с веревкой. Мы сегодня необычно сделаем. Всю тину захватим. Давай, давай. Давай. Прямо вплотную возле этой, пройди там, это, Исаки. И сюда завернешь. Тину всю вытащим сегодня. Рыбы будет нет, а тины будет много. Пока у меня это. Такие сделаны. Ага. Ничего, ничего. Проходи до этого берега. А ты, Сережа, проходи сейчас сюда. Сережа, палка уже не нужна. Брось ее туда дальше. Вот так. Выходи, помоги ему тащить. А ты по берегу здесь заворачивай. Надо, надо, чтобы это, видишь. Так, выворачивай туда. Хорошо, хорошо. До линолеума доходите и тащите. Тина это ничего, мы ее вытащим и все. Зачем она нажат? Вот сейчас постарайтесь вытащить. Видишь, поплавки дергаются. Это означает, что там что-то есть. Вплотную подводи сейчас сюда. Володя, к линолеуму подводите. К линолеуму подведите сначала. По нему поднимать. Что, не отвязал веревку? Да, ну держи пока. Помогаем тащить. Веревку сюда откинь в стороночку. Давай. Ванну-то оттолкни ногой туда. Так. Сюда, сюда, сюда иди. Только сюда. Скорее догоняй их. Подожди вам, подожди. Надо выровнять, чтобы ровно шла. Так, давайте быстро протягивайте. Что будет, то будет. Вперед. Вперед, 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 вперед. Ооо. Ну все, ребята. Сейчас маленько стряхните тину. Поставьте вертикально. И помоги ему. Это уже никуда не денется наше. Ну, гальянов хватит. А то у нас давно гальянов нету. Вот так. Стряхнуть тину. И она маленечко подсохнет. Вот так. Ну, а теперь сюда выбирать. Она, видишь, выскакивает сетка. Сколько ее ушло, это конца краю нет. Пока собирайте мелочь наружу. А потом сюда подтянем кошель. Вот так. Выбирайте все. Вот как вода должна стекать. А далее это сток воды. К тому же мы показывали. И два парапета. Слева и справа, как усы. Если вода поднимается, чтобы она никуда не могла пойти. А если даже превысить вот эту норму, ну, здесь почти два метра. Допустим, весной. То и тогда она вошла в русло. Вот отсюда я теперь смотрю. Все там промывают рыбу Сергей Володей, Сергей Пупков, Владимир Пащенко. А там два брата. Вот это Исааки. И Никита Устиновый. Это кто они мне будут? Внучатки. От племянника. То есть их бабушка, моя родная сестра. Валентина Тихоновна. Вот так. А так вот отсюда смотреть этот самый лог. После потопа оставшийся. Вон там, видать, столбы. Не знаю, вида не будет. Нет, это первый мостик. Вот там где-то. А это вот отрожки. Отрожек. Идет. Сюда идет. Вот называем шлюз. Вот они как камни. Сегодня засыпили. Отсюда вытащили очень много тины. Отсюда. Совсем немного. Ведра полтора. Ну, полтора ведра для нас, когда по одному гальяну на удочку ловят, это тоже что-то. И вот я вчера сделал, распилил государственный поплавок. Ну, поплавки они достались мне. Станция вот там была. А когда я процесс выиграл после реабилитации, у государства было нечем рассчитать. Мэр города приехал. И отдали мне два здания. Владелицы. В частное пользование. Могу их продать. Вот. Ну, то есть здание хорошее. С центральной частью города. Рядом ОПИ. Ну, замечательно. Вам оттуда поплавки не видно? Посмотри. Вот так глазами проведи. Не видно? Я пройду подальше. Может, там найду. Они мне не очень-то и нужны. Ну, и бросать-то мне не пристало. Четыре-то половинки нашел, а две пока не найду. Вот пошел по этому берегу. Ну, а там-то вот открылось. Вот это ширение одно, а там видно второе. А дальше там кусты. Они росли на сухом. Вот это кусты на сухом. А теперь там, ну, метра два. Это мы подняли. Проезда не было. Здесь огромный-огромный промыв был. Вот я сейчас иду здесь. Прутом пытаюсь достать обломыш. И кажется... Нет, нет, не вижу. Вот так вот иду. Эту воду черпают. Исааки. Носят на промыв. Вот к нему Никита подошел. Старший брат. На Востоке отслужил в армии. А этот еще совсем юный. Школу-то, не знаю, кончил. Одиннадцатый класс, наверное. Три парня и две девушки. Андрей. Красавица. Проводница встретила наших. Как-то и говорит, вот тут ездит. Две девицы. Две из селения. Ой, хорошие. Нигде лишнего слова не скажут. На все отвечают. Такие умницы. Красавицы. А как они одеты. Платье до полу. Все это в вагоне рассказывает наши. Конечно, родителям приятно слышать. И дети. Меньше Степа. Степа. У Степы сразу начались вопросы. Родился. Пришлось барокамере быть. Ну, все по-хорошему. Вот так. Ребята моют там. Я отсюда никогда не видел, как это выглядит. За водой два ведра. Сейчас на пятерых, полтора ведра разделят. Ну, по совести. Вот здесь есть ямки. Их не определить, какие. Здесь война была. Это игрушечная. Солдаты копали окопы, учились. Вот здесь вот, прямо рядом. Если кто хочет, может прийти посмотреть. Я могу подойти даже. Вот две группы здесь. И они рыли окопы друг на друга. Войной шли. Когда потеряных не было, вот они изрыли командный пункт. Посередине видно. Вот они круговую оборону держали. Вот нарыли. Это вручную они все тут. И сколько нарыли. Вот. И дальше здесь. Здесь никакой бульдозер никогда не был ничего. Серьезно работали. Да глубоко. Глубоко. Вот эта яма больше метра. И рядом тоже окопы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. Ну и там бедоство. В общем, около тридцати. Ну а как? Ну никак. У меня была картина из журнала. Две маленькие девочки подошли к столу, а там танки стоят, машины, и они передвигают взрослые. А почему взрослые, разве взрослые играют машинками? И дальше пока играют. а там видно будет. Ответ тоже хороший. Люблю острое слусо. Не грубое, ничего тут. Мужик пьяный, скатерку со стола стягивает под столом. жена говорит, ты же обещал пить, что пить больше не будешь. Он глаз один накрыл. Да мало ли еще по пьянке скажешь. По пьянке оказывается, он говорил. Вот так. вот я иду домой. мою. Его нет. Никита, только разгибать не надо. Оно лопнет. моет решету. Приятно как. Сегодня много сделали до обеда. Мы обедаем, это время Исааки пришел. А на рыбалку когда? Да сейчас пообедаем. А сколько это? Да полчаса. Ушли больше ни слова. Смотрят, когда мы выйдем на улицу. Кроткие, смиренные ребята. Удовольствие. их дядя Алеша служил в президентском полку. Апереточный такой, там встречать королей. Там лошади у них были. Ой, как брали в армию, узнавали, ходили, соседи расспрашивали про наркотик, домово право. Валю это Валин сын-то, а у ней шесть сыновей и дочка северная. Ну вот так. Вернулся на прежнее место. Вот они рыбу скатывают. Она у них чистенькая сейчас будет. Тину вот эту собрали. Сегодня вот она тина, это рядом. И опять столько же. Все интересно. Все оделись, как будто ничего и не было. исааки. Высокий рост там все. А тут бульдозерист этот Леонтьев Алексей Лаврентьевич надвинул, помог. Очень, очень рады. Мы считаем от Бога он послан был нам. А трактор сейчас стоит, бульдозер, третью неделю не забирают, нет бульдозериста. Нет, платформа не идет за ним. А нам Бог дал его. Работал ровно семь дней. Два пруда полностью он выпрал. вот здесь вот, по Чарпулу может быть раз десять зашел. Да, меньше даже. Здесь огромная такая ямина была. Все задавил. Вода шла немножко. Все прекратилось. И он-то представьте из Барнаула 150 километров с лишним приехать с женой. Ему 66 лет. Прижой с женой показать, сфотографировался тут. Какой он у ней молодец. Сухонький такой, стеснительный, мастер своего дела. Чуть что, все со всех сторон осматривает. Ну, Бог дал его. Да, благословит его Господь. А веры нету, нету веры. Дай ему веру, Господи. Дай веру и спаси его, этого Алексея. И он нигде не лезет, не нахальничает, не то, что блуждающий шалун. Другого Алексея я тут называю. Не хочу говорить, кто это. Молитвы всем развозят, смешно даже. Слушай, не пиар. Ну, глупости все это. Мы все здесь молимся, поставь на молитву, что бросил курить. А то всю жизнь секс-индустрии работают и вдруг начинают всех учить, но ни стыда, ничего нету. Это я попутно уже говорю. Если за собой знаешь подобное рта не раскрой, я грешен и недостоин. Вот как Павел говорил. Благослови его, Господь. Зову, чтоб приехал, отдохнул, вместе помолимся. Ну, курить, конечно, бросить. С курем к нам вход запрещен. Все, да благословит их, Господь, этих Алексеев двоих. А по-вашему, кто быстрее обратится? Конечно, бульдозерист. Тоже курит. Ну, у него совесть. Он никого не обманывает, как кто-то где-то как-то. Он работает. Вот его работа. Засыпали дамбу в этот второй мостик, сейчас песком там выравниваем. Это человек трудяга. Не бездельник. Ну, ему сильно у нас понравилось. Тут чуть не конкурс, кто кормить будет. Сергей корзинку, плетенку привезет, вручную плетенку. Расстилает нам палатку, после этого скатерть, самобранку. Ему отдельно, мне отдельно, и все на одном полотне мы едим. Он говорит, а вам нельзя с нами? Он попил из бутылки березовый сок, а я взял, после него пью. Я говорю, нет, у нас этого нету. Ну, как-то со мной кружки-то не пьют, все равно, но я ему показал, что нет, мы не брезгуем, ничего, у нас все открыто. Хотя мы из староверческой семьи, без поповцев, кержаки. Пять частей нас пятеро. Отложили карасиков хорошие это. Так, вот дядя Вова еще подложил. Вот, три на два. Ну, гальянам где-то ему надо дать. Гальянам почему вы одну минуту взяли? Ну, давай сюда. Можешь положить, а репья нету здесь. Дома из ну, давай. где-ли дети? Сворачивать двое-вдвое, а это вот мотня. Видишь какая. Покажи, какие попловки взял. Вот я их распилил, и подняли ее. Исакию пришлось ломать три. И она сразу утонула. Вот нам нужно, чтобы она утонула, а в воде поднимала. ну, как вот сеть. Все, поднимайте, привязывайте. Себе не прижимай, чтобы не запачкаться. Так, доволен? Ну, слава Христу. А где-то удочка-то, да и своя мордушка-то не каждый раз столько принесет. И мы побыли хорошо, дружно. похоже, погода очень сильно влияет. А вот мы на тот отрожек, который чистили-то, больше ни разу не ходили. Один раз только. А лучше не ходить? А? Лучше не ходить, Ну, как скажете, я просто говорю. Если кто-то там скажет, надо бы съездить, их. То-то-то-то-то убрать. Вот этот. Все. тапочки свои. Как эти говорят прохарею. Как попало называется. Обувь. все. Давайте пригасывайся. 해. Все. 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok